Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Век интернета позволяет нам многие вопросы решать не выходя из дома. Сегодня мы хотим рассказать Вам о метеоприборе, при помощи которого можно проводить удаленные метеонаблюдения из любой точки земного шара, где есть доступ к сети интернет. Знакомьтесь, метеокомплекс LaCrosse MA10050. Метеокомплекс поставляется в красочной картонной коробке со штрих-кодом Франции. По бокам изображены входящие в состав комплекса элементы, – скриншоты экрана смартфона с изображением страниц программного обеспечения. В комплект поставки входят интернет-шлюз, адаптер питания, патч-корд для подключения шлюза к сети интернет, датчик температуры и влажности, ведерко-измеритель осадков, анимометр с флюгером, кронштейн для его установки и сам крепеж, а также карточки с QR-кодами, которые необходимо будет сканировать при помощи камеры мобильного устройства для инициализации датчиков. Датчик температуры и влажности оборудован жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются температура и влажность в точке расположения датчика. С обратной стороны расположен отсек для установки двух батареек типа размера АА. При помощи специального крепления датчик может быть закреплен на вертикальной поверхности. Измеритель осадков представляет собой довольно большую емкость. Внутри расположено специальное коромысло, его необходимо освободить от транспортировочного ограничителя. В нижней части корпуса также расположен отсек для установки элементов питания. Посредством специальных отверстий датчик крепится на горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть как можно ровнее. Датчик направления и скорости ветра имеет встроенный аккумулятор, который заряжается от встроенной солнечной батареи. Чтобы привести датчик в рабочее состояние, необходимо удалить наклейку, закрывающую солнечную батарею, и нажать специальную кнопку при помощи например канцелярской скрепки. Следует напомнить, что датчик направления и скорости ветра необходимо устанавливать на открытой местности, где нет препятствий для свободного перемещения воздушных потоков. Иначе показания будут не вполне корректными. Корпуса всех датчиков выполнены из пластика. Очень нежной нам показалась крыльчатка анимометра. Следует соблюдать осторожность при вынимании датчика из упаковки. Метеокомплекс допускает подключение до 50 различных датчиков. Причем тип датчика, значения не имеет. Это может быть или 50 термо-гикродатчиков, или 50 анимометров и так далее. Главное, чтобы общее число не превышало 50. Помимо метеодатчиков, этот комплекс может быть доукомплектован и другими полезными датчиками, такими как датчик движения, датчик открытия окна или двери, утечки воды и так далее. Информация от датчиков посредством интернет-шлюза передается на облачное хранилище Mobile Alert, доступ к которому осуществляется при помощи мобильного приложения устанавливаемого на смартфон или другое мобильное устройство, работающее под управлением соответствующей операционной системы и способное подключаться к сети интернет. Запуск метеокомплекса выполняется достаточно просто. Подключаем интернет-шлюз к сети интернет и подаем на него питание с помощью сетевого адаптера. Запускаем мобильное приложение и при помощи карточки с QR-кодом инициализируем нашу метеостанцию. После успешной инициализации метеостанции поочередно подключаются внешние датчики. Подключение и настройку параметров мы рассмотрим на примере датчика температуры и влажности. Нажимаем кнопку «Add New Sensor». Запускается камера мобильного устройства для сканирования QR-кода. После сканирования датчик появился в списке. Каждому датчику можно дать описание, например по месту расположения, улица, теплица 1 и т.д. Тут же можно посмотреть историю за текущие сутки, просто выполнив прокрутку экрана. Нажав кнопку «History» можно выбрать и посмотреть историю измерений в интересующий нас день. Для каждого измерения сервер хранит историю за последние 90 дней. Для каждого показателя можно задать граничные значения. Например, нажав на поле «Температура» мы переходим в окно «Настройки оповещений». Зададим значения максимальной и минимальной температуры. Теперь при ее выходе за указанные значения приложение будет подавать соответствующее оповещение. Таким образом можно удаленно контролировать температуру в теплице или в другом интересующем нас месте. Аналогичным образом можно настроить датчик влажности, направление и скорости ветра, уровня осадков и т.д. Подводя итог, можно сказать, что в руках у нас побывал весьма интересный метеокомплекс. Однако, строить прогноз он не умеет, но это и не входит в его основное назначение. А вот возможность подключения большого количества различных датчиков, не только метеорологических, и возможность получать от них соответствующее оповещение, может помочь избежать некоторых неприятностей. Например, таких как утечка воды или проникновение злоумышленника в Ваше жилище. Если Вы ведете приусадебное или тепличное хозяйство, этот комплекс и тут станет весьма полезным помощником. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.